Всем привет, меня зовут Макс, это канал P-Launch. Я продолжаю прикалываться по всяким девопс движухам, и поэтому сегодня я хотел бы рассказать про такую штуку, как Vagrant. На ютубе не так много вообще информации русскоязычной, да, про неё, но инструмент довольно классный и интересный, поэтому сегодня мы узнаем, что такое вообще Vagrant, зачем он нужен и почему он очень сильно облегчает жизнь. Vagrant это инструмент командной строки для создания виртуальных машин-виртуалок и управления ими. По умолчанию Vagrant создаёт виртуалки поверх VirtualBox, VMVO, AVS и так далее. Обычно Vagrant используется разработчиками для создания какой-то изолированной среды, ну, виртуалки, в нескольких операционных системах. Vagrant помогает установить и настроить виртуалку на основе специального конфигурационного файла, который называется Vagrant File. Vagrant работает с виртуальными машинами, а значит для виртуализации ему необходим какой-либо провайдер. Ну, что обычно понимают под провайдером, да, первое, что приходит в голову человеку, когда он слышит слово провайдер, это провайдер интернета, то есть нечто, что предоставляет вам интернет. Вот точно так же и Vagrantу нужно нечто, что поможет ему работать с виртуальными машинами, то есть даст какой-то промежуточный слой для работы с машинами. Этим провайдером может выступать, например, виртуалбокс, в MVO Workstation и так далее. Ну, в нашем случае мы будем использовать виртуалбокс. Когда вам необходимо установить там на виртуалку или второй операционкой Linux, например, там Ubuntu, вам нужно зайти на официальный сайт, скачать ISO образ, потом его заустановить. Вот для Vagrant'а это делать не надо. У Vagrant'а есть готовые образы операционных систем, которые называются боксами, то есть коробками. Коробка это, по сути, и есть просто образ, уже установленный и настроенный операционки, на основе которого и создастся виртуальная машина. Все вот эти образы операционных систем, то есть коробок, хранятся на специальном сайте Vagrant Cloud. Вот это такой репозиторий, скажем так, дистрибутивов операционок. Ну, как видите, здесь есть Ubuntu, там Debian. Мы можем, например, найти здесь Ubuntu, ну, например, 20.04. Например, Arch, Генрик Arch. И мы видим, что здесь, например, порядка 500 тысяч скачиваний. И если мы зайдем, то можем увидеть здесь подобную информацию, как добавить ее в Vagrant и так далее. В общем-то, Vagrant Cloud это такой местный архив образов операционных систем. Если вы знакомы с докером, чем-то это похоже на докер-хаб, где хранятся образы. Разворачивается она, как уже упомянуто было, с помощью специального файла конфигурации Vagrant-файл. Опять-таки, если вы знакомы с докером, этот файл чем-то похож на докер-файл. Но вообще, Vagrant и сам Vagrant-файл написаны на Ruby, но сложного в нем ничего нет. Синтаксис языка Ruby довольно прост и понятен, поэтому вообще не надо знать язык, чтобы успешно пользоваться Vagrant и писать Vagrant-файлы. Схемку, где у нас есть Vagrant, он использует Vagrant-бокс, Vagrant-файл, специальный набор скриптов, и Vagrant поднимает нам виртуальные машины в любом количестве. Самое интересное, что с помощью Vagrant мы можем создать ни одну виртуальную машину, а абсолютно любое количество. Все это будет описываться в единственном месте в Vagrant-файле. Описав один файл и запустив одну команду, мы можем создать любое количество виртуальных машин и установить там на них определенный софт. Кроме того, Vagrant часто использует связки с Ansible. К слову, про Ansible у нас есть отдельное видео на канале. Смотри в описании, ну или по всплывающей подсказке. Vagrant нужен для удаленного и, что самое главное, массового создания виртуальных машин, а Ansible для управления этими машинами. Настройки, установки, удаление ПО и так далее. Перейдем к установке Vagrant. Изначально нужно скачать или установить какой-нибудь провайдер, в MVO Workstation, VirtualBox и так далее. У меня уже установлен VirtualBox, как вы видите, и нашим провайдером для этого ролика будет именно VirtualBox. Затем нужно скачать и установить Vagrant. В этом нет ничего сложного, мы переходим на официальный сайт Vagrant и просто выбираем последнюю версию. К слову, Vagrant есть и на Windows, и на Linux, и на Mac OS. Работает абсолютно одинаково, отличается лишь этап установки, потому что в данном случае на Windows, что мы сегодня не будем делать, нам нужно просто скачать MSI-луч установщика. После скачивания мы запускаем установщик, в результате появится диалоговое окно, упоминающее стандартную установку Windows приложения, где мы просто бесконечно кликаем Next, 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 далее, там, далее, далее. После завершения установки Vagrant, появится просьба о перезагрузке компьютера. Также нам необходимо путь до Vagrant файла добавить в переменную среды окружения. Нам нужно посмотреть, куда у нас установился Vagrant. D, Vagrant, Bin, и вот этот файлик. То есть нам нужно путь до вот этого файла добавить в нашу переменную окружение. Желательно от имени администратора. И выполняем следующую команду. То есть мы берем переменную окружение Puff, и к тому, что уже в ней написано, еще и добавляем D, Vagrant, Bin. Применяем это, и после этого мы сможем уже пользоваться Vagrantом из нашей командной строки. Ну, чтобы убедиться, что все так, мы используем Vagrant-V. Vagrant-V. И сейчас мы должны увидеть версию. Мы видим, что у нас установлен Vagrant 2.2.19. Ну, я сам процесс установки пропускаю, так как Vagrant у меня уже установлен. В Linux установка идет абсолютно аналогичным образом. Мы обновляем наши пакеты, устанавливаем какой-то провайдер, ну, в данном случае VirtualBox с помощью apt-get. Качаем, устанавливаем Vagrant. С помощью сюда apt-get настал Vagrant. И точно так же проверяем версию. Собственно, процесс установки Vagrant на этом завершен. Приступим к созданию виртуальных машин. Что мы хотим сделать? Мы хотим с помощью Vagrant создать две виртуальных машины с установленной операционной системой Linux, конкретно Ubuntu, и установить на этих виртуалках Nginx, сконфигурированный, ну, и постучаться из винды до наших виртуалок, до нашего Nginx. Для этого мы создадим папку, где будем хранить виртуальные машины. Ну, пусть это у меня будет p-launch.vm. Вот так, как бы. Переходим в p-vm наш. Далее необходимо нам создать в этой папке индекс.php со следующим содержимым. Создадим здесь текстовый файл. Индекс. Сразу в него все запишем. Сохраним. Поменяем расширение. PHP. Все. Отлично. У нас есть. Теперь займемся созданием рабочего окружения. Что нам нужно сделать? Чтобы у нас создался шаблон, то есть заготовочка нашего Vagrant файла, нам нужно выполнить вот эту команду, то есть команду Vagrant init, и указать, на основе какого дистрибутива мы хотим развернуть наш виртуал. В данном случае это bento ubuntu 2004. Если мы посмотрим на Vagrant Cloud, это вот у нас такая вот ubuntu 2004. Здесь абсолютно как бы есть все команды Vagrant Cloud и как что использовать. Пройдет некоторое время, когда он инициализирует файл, подготовит нам шаблончик. Все у нас готово. Если мы зайдем в нашу папку, то увидим, что у нас появился наш Vagrant файл. Ну откроем. У нас есть заготовка нашего Vagrant файла, который описывает конфигурацию виртуальной машины. Ну вот давайте рассмотрим такой пример Vagrant файла на языке Ruby. Значит мы обращаемся к нашему Vagrantу, к его конфигурации, указываем в качестве box, то есть образа, наш образ subuntu. Далее указываем наш провайдер, в данном случае virtualbox. Далее даем имя виртуальной машины, обращаемся к опции GUI, чтобы отключить графический интерфейс, обращаемся к опции нашей виртуальной машины memory, чтобы указать, что оперативной памяти здесь у нас будет 2 гига, ну и количество ядер, которые мы выделим в нашей виртуальной машине. Дальше указываем хостнейм, синхронизацию папок, если она нам нужна, пробрасываем порты, то есть хостовый восьмитысячный на гостевой восьмидесятый, то есть в нашу виртуалку, созданную Vagrantом, на восьмидесятый порт, мы будем стучаться из восьмитысячного порта нашей винды. Аналогично делаем с 3306 портом, ну и указываем IP адрес для нашей виртуальной машины. И дальше будет такая хитрая команда, vm-provision-shell-puff, то есть это специальная команда, которая выполнится при создании виртуальной машины, то есть мы хотим, как только виртуальная машина создается, выполнить файл provision.sh. В этот файл provision.sh мы как раз таки и напишем небольшую инструкцию по установке Nginx и его конфигурации, чтобы сразу же после создания виртуальной машины у нас установился Nginx, настроился определенным образом. Можете подробнее посмотреть в этом моем файлике с инструкцией, который я, разумеется, оставлю вам по ссылочке в описании, можете найти. Ну и теперь давайте посмотрим вариант конфигурации для нескольких машин. Мы создаем вот такую вот мапу, которая называется hosts, где задаем несколько пар ключей значений. В данном случае ключ у нас, название нашей виртуальной машины, имя, а значением выступает его IP-адрес. Ну, я не придумал ничего лучше, чем назвать две виртуальных машины, одну Коннором, другую МакГрегором. Дальше, как и в предыдущем варианте, в Vagrant.config 2 указываем образ, откуда будем подкачивать. И дальше мы обращаемся к нашей мапе hosts. Вот оно. И запускаем цикл имени и IP. То есть, мы наш хост распаковываем в две переменные, в name и в IP. И после мы будем перебирать их для подставления в опции виртуальной машины. То есть, мы запускаем цикл, в котором будут всего две итерации. Создание машины, которая называется Коннор с таким IP-шником, и создание машины, которая называется МакГрегор с таким IP-шником. Все, мы запустили цикл и едем. В данном случае, наверное, надо будет это сделать вот так. Что у нас происходит в цикле? Мы задаем IP нашему компьютеру, нашей виртуальной машине, тот, который указан в хосте. Указываем провайдер, виртуалбокс. Задаем имя, которое у нас указано в хостах. Отключаем графический интерфейс. Даем 1 гиг кооперативной памяти, 1 ядро. Пробрасываем порты. И файлик sh. Вот, собственно, такой Vagrant файлик нам и надо сделать. Поэтому мы сейчас сделаем замену. Сохраним. Все, Vagrant файл мы настроили. Теперь в этой же папке мы создадим файлик provision.sh, куда пишем установку, запуск Nginx и его настройку. Соответственно, переходим, создаем файлик provision.sh. Я его скопирую, чтобы много времени не терять. provision.sh. Откроем быстренько тем же нампадом и скопируем код. Не будем сильно долго останавливаться на этом файле, быстренько пробежимся. То есть, после того, как только у нас Vagrant создаст виртуальную машину, мы сразу же обновляем пакеты, добавляем репозиторий с PHP, устанавливаем PHP все необходимые зависимости, устанавливаем Nginx, удаляем дефолтные файлы конфигурации и записываем конфиг для нашего Nginx сервера. Ну, а дальше линкуем и рестартим. Все. В первый раз процесс создания виртуальной машины может занять определенное время. Что нам необходимо делать? После того, как у нас есть наш файл индекс, наш файл провижен и конфиг файл Vagrant файл, мы должны в командной строке запустить команду Vagrant app. Однако, есть небольшая проблема. Этот ролик выходит в марте 22 года и по ряду всем известных причин некоторые сервисы заблокированы. Поэтому, для того, чтобы Vagrant мог подтянуть образы линукса со своего клауда, мы должны использовать прокси. Мы должны установить переменное окружение HTTPS прокси, Vagrant HTTP прокси и Vagrant No прокси. И только после этого делать команду Vagrant app. К слову, пока у нас устанавливаются виртуальные машины, поговорим об основных командах. Как вы уже поняли, Vagrant app запускает уже созданную виртуальную машину, либо создает виртуальную машину и запускает ее. Команда Vagrant Reload отвечает за перезагрузку виртуальной машины. Vagrant Halt останавливает виртуальную машину. Destroy удаляет виртуальную машину. Suspend замораживает состояние виртуальной машины. Global Status выводит список всех ранее созданных виртуальных машин на нашей хост-системе. Просто статус определенной машины позволяет посмотреть статус. Vagrant SSH подключится к виртуальной машине по SSH. Ну и просто Vagrant — это список всех доступных команд. Если же у вас всего лишь одна виртуальная машина, то, находясь в папке из вашей командной строки, вы просто выполняете эти команды, например, Vagrant SSH, и вы сразу автоматически подключитесь по SSH к вашей необходимой вам виртуалке. Если у вас в папке несколько виртуальных машин, как, например, у нас, после команды SSH нам нужно указать будет имя виртуальной машины. Имя — это то самое имя, которое мы указывали в хост. То есть, если вы хотите подключиться к первой нашей виртуальной машине, вам нужно будет набрать SSH Vagrant SSH Conor. Если хотите подключиться ко второй, Vagrant SSH McGregor, ну, либо по их IP-адресу. После того, когда Vagrant выполнит всю установку, если мы откроем виртуалбокс, то увидим, что у нас наши виртуалки начинают уже появляться в самом виртуалбоксе. Сейчас у нас уже установилась первая, то есть Conor. Когда Vagrant установит вторую, еще появится у нас здесь и McGregor. Ну и в дальнейшем мы сможем спокойно к ним подключиться, например, по SSH. То есть, точно так же из нашей папочки мы запускаем PowerShell и указываем команду Vagrant SSH и название нашей виртуальной машины. В данном случае это может быть Conor. Все. В данном случае мы подключились к виртуальной машине по SSH. Можем посмотреть, что тут у нас есть. ПВД, где мы Home, Vagrant. Если мы хотим... Ну, вообще мы можем здесь что-нибудь сделать. Теперь sudo system.ktl status.nginx, например. Мы видим, что у нас наш NGINX установлен и запущен. Тот, который мы описывали в файле provision.sh. Если мы хотим отключиться от нашей виртуальной машины, мы пишем команду exit. Все. Vagrant создает изолированные среды разработки, то есть виртуальные машины, для того, чтобы не портить там нашу основную систему. Или если нам нужно, например, развернуть кластер там виртуальных машин под какие-то свои нужды. При этом мы не жертвуем привычными инструментами разработки. Все это можно установить, очень быстро накатить на развертываемые виртуальные машины. В корне проекта нашего лежит главный основной файл Vagrant File, куда записываются все основные опции настройки виртуальных машин. Для разворачивания окружения любого количества виртуальных машин, тех, которые мы описали в Vagrant File, достаточно вызвать всего лишь одну команду Vagrant Up. Если мы поменяли какие-то настройки в наших виртуальных машинах, то есть файл Vagrant File изменился, мы выполняем команды Vagrant Destroy и Vagrant Up. Виртуальная машина будет пересоздана уже с новыми настройками. Мы можем привычно работать с ними, подключаясь к каждой машине по SSH, а когда мы закончили работу с машиной, останавливаем ее командой Vagrant Hold. Список использованных источников тоже можете посмотреть, все ссылочки я оставлю в описании. Напишите в комментариях, вообще интересны ли вам вот эти вот DevOps инструменты, и если да, то про какой инструмент вы хотели бы увидеть следующий ролик. А если это видео было полезным, то обязательно оставляй лайк, подписывайся на канал, делись этим видео с друзьями, а также не забывай про наши социальные сеточки. Вступай в группу ВКонтакте, подписывайся на Instagram аккаунт. Если тебе интересен лайфстайл, какие-то мои мнения, процессы творческие, рабочие, то тебе абсолютно точно мой телеграм-канал. Еще у меня есть твиттер, если он у вас доступен, тоже можете подписаться, я там иногда всякую ерунду пишу. Не теряйтесь, будьте на связи, а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока!